Благодарю, Ирина. Знаете, я все-таки вернусь сначала к тому, о чем сказала Ирина. Она произнесла вам фразу, что о профилактике мы говорим на наших встречах, где мы говорим про три шага к своему здоровью. И вы знаете, когда я с людьми разговариваю об этих трех шагах, ведь это же постулаты, да? Я очень часто слышу о том, что люди мне говорят, нет, ну вы какой-то интересный человек, вот это... Всем одно и то же. Я уникальный, у меня вот это, у меня вот это. А вы к вам кто не придет, вы говорите, попить водички, почистить кишки, начать правильно питаться. Вы что-то тут не то делаете, да? И я вот хочу немножечко сегодня поговорить с вами вот на эту тему. Вот знаете, пожалуйста, в чате поставьте мне плюсики, кто хоть одну серию смотрел «Доктора Хаоса» или посмотрел, например, «Интернов». Я понимаю, что это сериалы, это художественные фильмы, да, благодарю, Татьяна. Может быть, еще кто-то есть здесь присутствует. Но, знаете, как говорила моя мама, в каждой шутке есть доля шутки. Так вот, в каждом сериале про скорую помощь есть, скажем так, зерно, в котором все равно показывают реальную жизнь. И каждый раз, когда я смотрю, я восхищаюсь этим «Доктором Хаосом». Какой все-таки он здравомыслящий человек, да, он гений. И вы посмотрите, его тоже окружают гении на самом деле, да, то есть они все умные, каждый из них является специалистом своей области. Но меня всегда поражала ситуация, ну почему же так? Им доставляют какого-то пациента, и они не могут прийти к общему знаменателю. У них начинаются жаркие споры о том, чтобы ему для начала даже не лечение назначить, а для начала ему диагноз правильный поставить. И вы понимаете, они иногда ошибаются, они прописывают и делают неправильное лечение. Но я вам хочу сказать, это кино. Мы в кино видим, к чему это приводят, да. Там все очень быстро, там у них быстро анализы делаются, быстро пациента куда-то привозят, быстро все исправляется. Наша жизнь – это не кино, ребят. И я вам хочу сказать, что сегодня я слышу все чаще от людей, которые врачи высшей категории, говорят о том, что это трагедия, что сегодня нельзя доверять мнению одного врача. Сегодня, если вы хотите узнать свой диагноз, как минимум вам нужно мнение двух врачей, а еще лучше мнение трех врачей. Почему? Потому что очень часто симптомы похожи. У нас более 20 тысяч диагнозов на сегодняшний момент существуют. И более того, что каждый пациент, который поступает сегодня на лечение к врачу, он действительно уже имеет кучу побочных эффектов, которыми осложняется тот или иной диагноз. Например, вот чтобы вы поняли, да, человек поступил с гипертоническим кризом, у него давление высокое, и врач должен учесть, что у него проблемы, например, с почками, или, например, у него с кровью проблемы, или у него уже с гемоглобином проблемы, понимаете? То есть к каждому пациенту, когда мы говорим о лечении, действительно, врач должен подобрать какое-то индивидуальное лечение. Когда же мы говорим о профилактике, ребят, это потрясающая вещь, но на самом деле для профилактики нас 8 миллиардов человек, и нам всем нужно только одно, вернее, два момента, на которых стоит обращать внимание. Какие же это моменты? Если мы сегодня, вот я сейчас вам скажу такую вещь, очень крамольную, но вы ее вот просто покрутите в голове и подумайте. Когда человек умирает, он не умирает от смерти. Такого диагноза, как смерть, не существует. Есть какая-то причина у смерти, да? И вот здесь разбираются очень много вариантов. Но по большому счету, если мы рассматриваем, от чего умер пациент? У него либо чего-то ненужного слишком много в организме, либо у него не хватает нужного. Понимаете, я вам сейчас просто упростила. Врачи называют это разными ситуациями. Кстати, спасибо им огромное за это, что они убирают последствия нашей неправильной жизни, наших неправильных принятых решений. Спасибо им за это огромное. Но по факту, если мы разбираемся, что же делают, в чем причина нашей болезни, то есть что такое нехватка нужных элементов? Это то, что мы не додали своему организму. То есть у нас нет чистой воды в организме, у нас нет питательных веществ, функционального питания для нашей клетки. И наши клетки не получили строительного материала для того, чтобы правильно создать новую клетку, из которой образуются ткани и впоследствии органы, и в целом работает весь механизм. Весь организм, вот он как единый механизм создан. Второй момент у нас – переизбыток чего-то. Например, переизбыток чего? Шлаков, токсинов, вирусов, грибков, бактерий. Если, например, человеку ставят диагноз, что он умер от гипертонического криза, что это означает? Что клетки не хватило? Кислорода. То есть причина – нехватка. Если человек, например, умер от онкологии, закисленности организма, много токсинов, не хватило чистой воды. То есть две причины – либо чего-то не хватило, либо слишком много того, что не надо. И вот когда мы смотрим на наш организм с точки зрения именно вот этих вещей, мы начинаем понимать, что же такое профилактика. Дать организму то, что нужно, и убрать то, что не нужно. И вот здесь мы возвращаемся к работе наших врачей. Еще раз повторюсь, я ни в коем случае не принижаю достоинства врачей. Еще раз повторюсь, что спасибо им огромное за то, что они есть, и за то, что они помогают нам убрать последствия нашего же неправильного образа жизни. Понимаете? И фактически, когда мы говорим об этом, вот я вообще просто приведу пример немножко, если отойду от этого. Смотрите, когда мы говорим людям о профилактике и о том, что нужно делать, вы знаете, в такой ситуации вот я себя ощущаю, как некий маяк, понимаете? Я вот стою на берегу, я свечу и людям говорю, ребята, у меня есть знания, которые позволят вам не заболеть. Вот они у меня есть. Вот он, я маяк, я стою. Но я не бегу, корабли не ищу. Плыви корабль ко мне, плыви корабль ко мне. Нет, я просто свет. И когда люди, как корабли, видят этот свет, они сами принимают решение, плыть на этот свет или нет. Если они увидели свет и решили плыть на него, на этот свет, у них все в жизни случается хорошо, они обойдут мемориум. Если корабль увидел свет, но не поплыл, это его уже проблема, понимаете как? Дальше момент, смотрите, какой. Если человек начинает заниматься профилактикой, есть ли гарантия того, что он никогда не заболеет? Вот просто хочу тоже с вами сегодня поговорить, ну, прям, знаете, по-честному, да? Вот я расцениваю то, что мы делаем с точки зрения, знаете, как движение на автомобиле. Ведь когда мы с вами учимся для того, чтобы получать права, нам всем говорят, ну, я не знаю, по крайней мере, вот в той школе, в которой я училась и права получала, у нас был целый урок, на котором нам показывали видео, в которых, ну, рассказывали, что случается с людьми, когда они не пользуются ремнем безопасности. Такие страшные кадры нам показывали, что у меня просто это отложилось в голове. Сегодня, я считаю, это моя зона ответственности пристегиваться этим ремнем безопасности. Но убережет ли меня этот ремень безопасности в аварии? Не факт, понимаете? Там есть много случайностей, но вероятность того, что я выживу, она гораздо выше. И вот здесь наши три шага, о которых мы говорим на наших видео, которые периодически мы вам рассказываем и показываем, да? Вот это ремень безопасности, ребят. И больше того, я вам могу сказать, что для меня наша концепция здоровья и наши три шага – это как ремень безопасности, помноженный на парашют и помноженный еще на спасательный жилет. Понимаете? И если все-таки в какой-то момент случилась со мной неприятность, болезнь, вы знаете, я всегда на эту тему думаю так. Ведь если бы Господь Бог хотел меня убить, и я ему стала не нужна, он бы придумал, как это сделать. Ну, например, кирпич на голову, я не знаю, зарезали, убили, авария, вот такие серьезные какие-то ситуации. То есть раз – и снежана не стала. Но если вдруг Господь дает нам болезнь, ребят, это всегда шанс подумать о том, что мы можем изменить в своей жизни. И вот мы получаем проблему по здоровью. Мы обратились к врачам. Еще раз повторюсь, спасибо им огромное. Мы пришли, врач помог нам, чем мог. Он убрал симптомы, последствия нашей неправильной жизни. Вырезал, я не знаю, фиброму, удалили нам там больной зуб, который мы там недочистили, сделали еще что-то, много-много-много чего там нам сделали, почки в камнях удалили. Скажите мне, пожалуйста, тем самым врач воздействовал на нашу причину? Нет, понимаете? То есть причина, которая привела к этой болезни, она осталась. У меня был мой хороший друг, я вам сейчас просто расскажу эту историю, потому что для меня она очень знаменательна. Я реально просто ревела, потому что мои разговоры не привели ни к чему. Ему было 40 лет. Когда я позвонила ему, он говорит, у меня проблема. Я говорю, какая? Я попал в плохую статистику, когда курильщики, ну, вот знаете, говорят, если ты будешь курить, у тебя будет происходить залипание сосудов. И он говорит, но я же не думал, что это случится со мной. Я думал, что это когда-то где-то там-то с кем-то. Вот у него случилось, да, от того, что он курил очень долго, у него произошло залипание сосудов. Кто в этом виноват? Мы сейчас не будем об этом говорить. Но залипание сосудов произошло, и началась гангрена. И он приехал к врачам, и врачи, чтобы остановить гангрену, отрезали ему ступню. Я ему говорю, Димка, процесс не остановился. Тебе нужно, во-первых, бросить курить, во-вторых, начать чистить лимфу, заниматься профилактикой, пить чистую воду, так далее, тому подобное. Услышал ли он меня? Нет. И через некоторое время он вернулся к врачам, потому что гангрена не остановилась. Она пошла выше. Ему отрезали сначала до колена, потом отрезали всю ногу. Я говорю, Дима, пожалуйста, давай займемся с тобой вот теми вещами, о которых я ему говорю. Давай убирать причины. Он говорит, врачи лучше знают, но при моем сейчас состоянии я не могу так рисковать. В результате ему отрезают вторую ногу, я ему звоню через два месяца, он такой позитивный вроде как, но он мне говорит, Слежан, я понял, что я эту борьбу проиграл. Через два месяца его не стало. И вот здесь я почему сегодня вам говорю о том, что когда врач сделал свое дело, даже устранив то, что у вас уже наболело, раздробил вам камни, еще раз повторюсь, убрал фиброму, вырезали матку по-женски, как Анжелина Джоли, сделали там еще что-то. Причина, которая привела к этой ситуации, не устранена, ребят. И знаете как, вот болезнь, она дает вам шанс, мозги поправьте свои и начните заниматься тем, что помогайте своему организму. Каким образом? Начните пить правильную воду, начните кормить организм функциональным питанием. Где его брать? В магазинах его сегодня, к сожалению, нет, ребят. Понимаете? Следующий момент, что нужно делать? Периодически очищать все системы, которые у нас отвечают за выведение шлаков и токсинов. Это кишки чистить, это чистить лимфу, это избавляться от паразитов. Понимаете? И вот эти простые шаги, ребят, ну точно помогут вам, ну по крайней мере, восстановиться гораздо быстрее. Ну а дальше у вас не будет повторения, понимаете? У вас есть шанс снова прийти в нормальное здоровое состояние. И вот я знаю, что сегодня перед вами будут выступать люди, которые будут рассказывать о своих результатах, когда они, попав к врачу, они поняли, что им Бог дал второй шанс, что нужно этот момент не упустить. И нужно заниматься тем, что помогать своему организму быть здоровым, ребят. И я сейчас хочу передать слово Елене Суботиной. Она вам как раз расскажет более подробно о том, каким же образом мы рекомендуем восстанавливать свой организм. Ну а дальше Елена расскажет, что вас еще ожидает сегодня на нашем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok